Ты чувствуешь, что холодно или ветер дует? Откуда это происходит, нет? А сегодня передавали 17 метров в секунду. А ты что? А тут Саша ко мне пришел, слушай, мой дорогой друг, Саша, приехал. Всем здрасте. Слушай, Саша, я тебе, знаешь, что хотел спросить? Вот когда ты постоянно находишься в череде мероприятий, и когда ты находишься в перерывах между мероприятиями, душевное состояние разное. Абсолютно. Причем я настолько сейчас это ощущаю, когда у меня на данный момент есть сезонность, свадебные события гораздо превалируют пока что в моем контингенте, скажем, событий, это лето, и прям когда поток за потоком, ты как будто настраиваешься на какую-то волну, и она тебя несет. Слушай, я смотрел, какой ты там красавец, такой, ой-ой-ой, и такое прямо невозможно, да. Благодарю, Хасану. Ну ты с душой работаешь, они тебя там любят, я там видел, как они на тебя реагируют, потому что там сразу стало, как дирижер такой, да. А вот когда большой перерыв? Я вот позавчера проводил мероприятие, у меня был перерыв месяц. Ну вот особенно февраль, начало марта, то есть и вот бывает в ноябре, у меня прям месяц, когда прям, ну почти нет мероприятия. То есть вот лучше всего куда-то ездить, путешествовать. Но если я не путешествую, я нахожусь дома, ох, меня начинает накачивать. И причем выходит до того, что я прихожу на мероприятие, и у меня складывается ощущение, как будто я никогда в жизни не вёл вновь. Как будто вот такая, знаете, происходит своего рода обесценка всех достижений. Я не знаю, с чем это связано, но вот… Слушай, ну это связано, я тебе сейчас скажу, мы недавно проводили вебинар там на пике формы для спортсменов, спортивных психологов и тренеров. И там я рассказывал об этом самом, не амулет, это, Наташа, как называется, ну фишка какая-то, которая человек… Якорь какой-то. Якорь какой-то, но у них называется это, ой, господи… Счастливая майка, да. Да, счастливая майка, которую он с собой вносит там или что, потому что это всё-таки какой-то атрибут, который напоминает ему своё состояние, когда он в хорошей форме. Я думаю, что… А есть такое, да. Да, то есть ты когда долго не занимался мероприятием, отходишь от формы, и, наверное, тебе нужен какой-то амулет, 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 по-моему, да, или как-то… Ну, это якорь нужен для того, чтобы ты быстрее опять вошёл и не накручивал сюда, да? А у тебя что это? В моём случае это явно прослеживается. Нитка – это костюм. Костюм, да. Но это уже перед мероприятием. Когда я там натираю свои ботинки, красные носки, но чаще всего это у меня, чёрный смокинг, там всё красиво. Я стою в зеркало, вот есть фильм «Смокинг», где там, кажется, Джеки Чан участвовал, и он такой к супергерою превращается. Вот в моём случае, наверное, так же. Не знаю, что происходит, но какой-то вот такой щелчок, и я переключаюсь. Да. И уже, конечно, настрою другое, плюс я там ключ, это у меня везде всегда прослеживается. Все, наверное, там удивляются, говорят, «Саня, что ты там делаешь?» Но они не понимают, что я делаю. Что ты перед выступлением используешь ключевые действия. Слушай, можно я тебе перебирать на секунду? У нас там есть в школе, да, ещё, Салман. И он прислал, Салман Медведев, он прислал о том, что там аборигены какие-то, но там племя, да, вот где-то в мире, да. И когда, если кто-то провинится, грех совершит какой-то постыдный и так далее, они, оказывается, его не наказывают. Они вот всем племенем собираются, и несколько дней подряд вспоминают его подвиги, вспоминают его хорошие поступки. Очень круто. Да, 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 вспоминают его хорошие поступки, ему об этом говорят, и он всё время находится в поле, когда его очеловечивают. Они его не ругают, они опять его делают человеком. Это по сушеству коуч. Круто. Да, современный коуч, в отличие от психотерапии, чем отличается там, ну, в целом я имею в виду, когда психотерапевт там или психолог ищет недостатки, а коуч, ну, супер коуч, он ищет позитивные моменты и начинает у него их защитить. Слушай, вот так интересно, оказывается, вот эти культуры, вообще в мире, в мире, даже и у туземцев, и у индейцев, там и везде, вот и то, что мы сейчас разговариваем, одни и те же, только формы разные, правда же? Удивительно, как говорится, простая она, везде одна. Одна и та же. А вот интересно, когда одна культура наезжала на другую, типа, мы вас оккультурим, да? Ну, это вообще, получается, что на слушавшийся себе хорошего, он раскаивается, что он совершил такой плохой поступок. Опять включается его как раз-таки вот этот позитивный момент, который делает его человеком. И Салман Меншильдов там пишет, ну, в школе у нас, он уже вот такой вот умница, участник, философ такой большой. Салман, привет, если ты будешь смотреть. Да, и он очень анализирует все эти вот философские труды, там и так далее. Да, я очень ему благодарен. Салман, я тебе очень благодарен, пиши дальше, ты молодец, вот такой крутой, и он салман там пишет, что и Хосем Агамедич говорил о том, что человек по своей природе хороший. И на самом деле эти вот племена, они у него, это хорошее, открывают, 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 и ему не хочется больше плохих поступков совершать. Вот это удивительное дело. Так это нашему образованию нужно. Я вообще про наше образование думаю, самое главное, им вообще вот вот эти кураторы образования, должны были бы настроить это исследование все и прочее, десятое, все, что связано с системой образования, на то, чтобы понять, каким они хотят видеть человека будущего. Потому что они там думают, какие уроки делать, какие не делать, как рассчитать часы, там и так далее, вместо того, чтобы сначала понять стратегически, чего они хотят вырастить. мне кажется, знаете, есть понимание, как бы это ни звучало, раба, вырастить раба, чтобы реально человек и лучше свои функции выполнял, то есть функционально, функционал какой-то создать, как в компьютере. Поэтому здесь, благо сейчас, время интернета и есть возможность знакомства. Я также с Росеем Магомедовичем познакомился, причем я изначально как-то купил вашу книгу, прочитал ее, не понял, на три года она у меня отошла. Только до девяносто в году. Ну вот, а потом, каким-то, я не, как что-то совпало, и все, я прям стал применять, я стал видеть результаты, и это круто. Ну ты для чего применяешь это? Я для чего применяю? Ну я понял, при подготовке меня применяют. Для саморегуляции, это прям, вы знаете, когда вот этот период у меня бывает эмоционально долгий, творческий человек и перфекционист, накручиваешься бывает, и как бы себя в яму погружаешь, и потом, как Мюнхгаузен, ответственность тебя, ну вот, ответственность перед заказчиком, она как бы, ты сам себя вытягиваешь за голову. Я делаю ключ, выписываю, и все, помните, мы с вами общаемся, да, и это для меня действительно метод самонастройки, саморегуляции, вот это то, что меня выводит. И самое главное, что сейчас и своим ученикам также я на программе даю, что вот сегодня, кстати, с одним встречался, мне говорят, Саня, я тебя благодарен за то, что я не просто получил как мотивационный тренинг, где зарядился, а потом у меня ушло вниз, а благодаря тебе я познакомился с вашей методой, с другой методой, и я точно знаю, у меня плохо, настроение плохое, я взял, вот это, вот это, вот это сделал, мне стало легче. То есть практически приемно. Ты хочешь чему? Ты их учишь, твои ученики чем? Ты их учишь не учу? Я даже, знаете, не учу. Переприятия вроде? Нет, там у меня проект есть, он называется «Путь к сердцу». Я просто делюсь своими какими-то переживаниями. Не, ну скажи, расскажи, всем интересно. Ты же участник нашей школы «Ученик будущего». Благодарю. Расскажи, давай. Да, я давно уже чувствую и зрею, ну, по моим каким-то ощущениям, что созрел, хочется делиться. Но, я думаю, у меня многие поймут, слушатели, зрители, что вот этот перфекционизм и такое понимание, как «До чего я там знаю? Я еще мало чего знаю». Ну, то есть, вот это меня постоянно отдаляло. И в один момент я проходил одну программу в интернете, и у меня появилась мысль, почему бы не онлайн, не делиться вот то, что я делаю каждый день, то, что мне помогает там как-то, сонастраиваться, да, вот как раз. Я думаю, «О, если я буду рассказывать людям, что вот я делаю просто вот эти упражнения, да, по развитию, по методии работы, над стрессом, и я получаю результат, даже ничего сложного, бери просто, применяй». Да. Я в интернете выставил информацию, что бесплатно провожу марафон, у меня 20 человек записалось, у меня не было готово, ни программы, была в мыслях просто. И я каждому уроку, Хосе, начал, вот у меня завтра выкладывает урок, я начал писать, так, что бы сделать? И вот так, 21 день… Ну, понятно, это марафон тяжелая вещь. И созрелый программу, понимаете? Да, да, чтобы люди были действительно пользу, получили. И когда про ключ говоришь, ты все время вот это делаешь. Это моя любимая, да? Это моя любимая, да. Ну, ключ, это самое главное, не вот это упражнение, это просто люди, в школе у нас, уже знают все давно, что у нас главный принцип подбора путем-перебора, по критериям минимального усилия, по скорости автоматизации начатого действия. Сейчас я буду всем объяснять, что такое формула ФА. Формула автоматизации начатого действия. Это я тебе в следующий раз покажу, потому что это такое большое, это секрет, это такое глобальное открытие, которое соединяет многие науки. Многие науки, это междисциплинарная вещь такая, и, естественно, для человека психические и физиологические процессы согласовывают. Но мало того, происходит там междисциплинарное согласование различных направлений мышления, там в нейросетях мозга. Это такая потрясающая вещь, когда человек простыми, по этой формуле ФА, простыми действиями, чисто механическими, физкультурными, по этому критерию, подбирает себе индивидуальные физкультурные упражнения, по этому принципу, по формуле ФА. Секретная ваша формула. Да, да, это супер, это супер, Бог бы так сказать. Я тебе честно говорю, это не для... Ну ты посмотри по выражению. Я это вижу. Когда я об этом думал, что я такое открыл, да, я просто балдею. Я ночами сейчас не сплю, понимаешь? Я такой счастливый, я вспоминаю, такое действие бывало, знаешь? Ну в детстве, когда я студентом был, я статьи по ночам писал, там и так далее. И вдруг я сделал открытие. Ну у меня несколько изобретений полно, да, открытие. И вдруг я сделал открытие, вот на рассвете лежишь на кровати, и мир тебе кажется такой большой, а ты такой маленький. А вдруг ты умрешь, и они не узнают то, что ты открыл. Это вот такое вот беспокойное состояние, когда ты что-то открыл, понимаешь, что ты такой маленький, мир такой большой, и вдруг они не узнают, и тебе надо записать. И вот сейчас у меня, через много лет, как только я эту формулу открыл, оказывается, все настолько просто, как все бывает просто. Ну, ну это удивительно, да? Что в результате получается, я тебе сейчас скажу. В результате, вот есть такое понятие многозадачность. Когда надо одно, и второе, и третье, и четвертое, и пятое, одновременно думать, как решить, и на всем надо быть сосредоточенным. Но мозг так устроен, что не может быть на всем, на пяти, на двадцати предметах одинаково внимательно сосредоточен. Так вот, если по формуле ФА сделать подбор физических упражнений в физкультуре, ну, за 10 минут по этой формуле сделать, то оказывается, человек сразу выходит на состояние, в котором у него этот, ну, у него другое состояние возникает. У него возникает состояние, когда вот этот вот концентрация внимания на двадцати проблемах происходит автоматически, потому что он уже не в том режиме находится, как обычный человек, а в другом режиме, где это само на автомате идет, ну, можно сказать, как поток вошел, да, но не за счет того, как Чинскен Михаил говорит, там, 10 лет мастерства надо отрабатывать, а за 10 минут. Круто. Да, и несколько раз, если ты это практикуешь, а потом эти вырабатываются навыки, сразу быть таким вот многофункциональным, мультиэффектным, мультиэффектным, у тебя будет харизма в четыре раза больше, но у тебя сейчас есть харизма, но представьте, теперь тебе четыре раза, а ты не представляешь, сколько этих политиков и этих выступальщиков, которые любят ораторское искусство, как они будут за этим бегать, слушай, я даже представить себе не могу. Ты все равно выходишь, как Зыкина, да, как там в кино один, ну, я с Людой дружил, с Зыкиной, да, она мне говорила, слушай, вот бы дали бы всем вот сейчас все такие напряженные, я бы спела, да, почему они все время так, я говорю, потому что можешь так устроить, им надо сначала потрясись, успокоиться, а потом тебя, вот ты прав, она же разбирается, да, вот так вот, давай мы сейчас, поэтому, я тебя понимаю, мы до слова понимаем друг друга, да, Саша, давай мы попрощаемся с нашими друзьями, очень следите, надеюсь, мы заинтриговали, я желаю вам в первую очередь состояния, ну, наверное, в первую основную очередь состояния, потому что мы действительно створим этот мир своими действиями через состояние, да, да, вот ты сказал, твой этот называется, путь к сердцу, да, очень хорошо, я почему тебя люблю, потому что мы одинаково думаем, потому что у меня есть один афоризм, люди с открытыми сердцами, даже делая ошибку, ошибки, идут правильной дорогой, круто, можно этим прямо подытожить наше видео. Да, да, давай, Сашенька, давай, до встречи, друзья, пока-пока, до встречи.